Добрый день! С вами Лаврентия Ивановна Анастасия и мы снова поговорим об астрологии. Сегодня мы разберем полнолуние 19 февраля 2019 года. Наша большая яркая луна в перигелии, то есть это суперлуния. Луна наиболее близко находится к Земле, то есть она более значима, чем всегда. Луна в первом градусе Девы, это значит, что она несет еще и окрас знака зодиака Лев. Конечно, для того, чтобы говорить о том, что включился высший зодиак, одной луны, конечно, маловато. Если у вас в Натали туда попадают какие-то личные планеты, то да, но если смотреть на общую карту, то высший зодиак не включен. Однако переходные градусы между Девой и Львом все равно особенные. Тема полнолуния в таком случае несет задачи и Девы, и Льва, то есть это самопроявление с углублением в детали, творчество наряду с хозяйственностью, компетентностью, ответственностью. Луна этих градусов, она старается понять детали и мотивы, то есть она более скрупулезна, нежели огненно, самоуверенно. Тут ни в коем случае нельзя, конечно, витать в облаках, только вдумчивость и рассудительность. Эти градусы скорее о внутреннем делании, скрытой внутренней работе над собой для совершенствования, конечно же, или перед каким-то большим делом. Луна первого градуса Девы в оппозиции к Солнцу первого градуса Рыбы. То есть мы видим противостояние Земли, огненной Земли, я бы сказала, потому что Дева и Лев. Противостояние к, получается, воздушной воде Рыбы с Солнцем. То есть алхимически мы должны получить испарение воды и горячий туман. Ну, туман, он, конечно, хорош для подковерных каких-то интриг, договорняков, хитросплетений на фоне впечатлительности, мечтательности, рассеянности, возможно. Хорошо бы энергию этого полнолуния направить, конечно, в творчество и в любом случае на завершение каких-либо проектов. Конечно, про дисциплину ума, то есть осознанность, ответственность мы помним и не помним. Конструктивная луна, полнолуния, хочет дисциплинировать, упорядочить, сконденсировать туман вот этого рыбного Солнца, которое, в общем-то, уже полно надежды, наверное, на весну. Но вот о весне, об оттепеле мы будем говорить в прогнозе на март. А пока что, что мы имеем? Меркурий в рыбах, да ещё и с Нептуном в карте нашего полнолуния. То есть вот этот Меркурий рыбный с Нептуном, он откроет канал для творчества, образного мышления, ясновидения, но это при условии, если таковые способности, в принципе, были наработаны. В противном же случае он даст рассеянность, несобранность, забывчивость, лёгкую внушаемость, кстати, ну и психосоматику, даже при секстиле к Сатурну. Кстати, именно Сатурн – высший управитель духовных, творческих рыб, поэтому тему осознанности, ответственности и сверхусилий никто не откладывал. Раз уж мы заговорили с вами об образах рыбных, нептунианских, то давайте вспомним слова трижды величайшего Гермеса Трисмегиста в изумрудных скрижалях. Что внизу, то и наверху, а что вверху, то соответствует тому, что внизу. Ибо это для чудес сделано. И представим себе тогда вот эту нашу карту астрологического неба, полнолуния, скажем, как спектакль, где вот эти наши планеты – это боги, которые живут своей жизнью, которые имеют интриги, любовь, войну, но они живые. А потом мы попробуем самостоятельно посмотреть на политические реалии дней после полнолуния, буквально вот сразу после полнолуния. И очень даже сможем провести, я так думаю, по крайней мере, аналогии. Зная сюжет, который разыгрывается сейчас на небесах, мы сможем понимать реально, что происходит в нашей яви. Итак, включаем образное мышление, настраиваемся на божественные образы божественного телевидения. И что же мы видим? Меркурий в соединении с Нептуном. Что он, какие образы вызывает? Ну, возможно, это некий посредник, посланник. Меркурий, Гермес, который ходил между мирами. И вот он спускается в глубины морской какой-то державы для встречи с царем Посейдоном, Нептуном. Зачем? Что узнал? Что получил? И для кого? Ведь Меркурий, он у нас посредник. Хорошо. Меркурий в секстиле к Сатурну и, соответственно, Венере. Кстати, вот Сатурн буквально мы видим накануне соединялся с Венерой. То есть уже вот тут орбиз 2 градуса. Ну, фактически, то есть по большому счёту, вот-вот буквально накануне, 17 февраля перед полнолунием Сатурна встречается с богемной Венерой, которая, в общем-то, осталась, пожелала остаться, скажем, в тени. 22-23 февраля Венера встретится затем с Плутоном. И всё так же там будет присутствовать связь с посредником вот этим вот Меркурием. И что получается? Что существуют некие три силы. Нептун, под которым у нас находится нефть, медицина, наркотики, религия и также телевидение. Плутон, под которым воины, оружие, огромные финансовые ресурсы, в принципе, ресурсы как таковые, оружие ядерное в том числе. И вот эти Нептун и Плутон напрямую вроде бы как они не встречаются. Да, есть ещё Сатурн, их отец, ну или смотрящий, скажем так. И к ним пытается примкнуть некая богема, Венера богемная, которая понимает, что происходит явный передел, и нужно занять наиболее выгодное положение. А Меркурия, это и есть вот эти скрытые рыбные переговоры. И что? Смотрим политику. Смотрим политику. Кто там не приехал на форум в Даосе? Потом, смотрите, Венесуэла, переворот, да, передел власти, кстати, за ресурсы. Украина, накануне выборов Украины и Венесуэлы, это вкусное пространство для основных, всем известных, скажем, игроков. Ну, конечно, мы говорим не только об Украине и Венесуэле, то есть, конечно, не только эти страны. Ну, вот в данной ситуации я привела их. Полнолуние является пиком лунного месяца после Новолуния, которое было 4 февраля. Такое было яркое, насколько я помню. Также, насколько я помню, 8 февраля, буквально после того Новолуния, в Кремле произошла ротация, глобальное смещение, можно сказать, с постов силовых ведомств, то есть, среди которых там были генералы, полковники. Ну, хорошо, вот после полнолуния как раз и посмотрим, к чему все это дело придет. В США свои события, во Франции свои, в United Kingdom Brexit. В принципе, карта полнолуния тихо заряжает следующие 2 недели, то есть, 2 недели до Новолуния, которая, в общем-то, будет иметь влияние, кстати, на сакральную точку коллагода, то есть, на весенние равноденствия, то есть, следующее полнолуние, оно будет попадать как раз вот в точку, когда Солнце будет переходить 0 градусов Овна. и, соответственно, оно будет заряжать следующую четверть года. Серьезных происшествий, в принципе, в карте вот этого полнолуния, то есть, 19 февраля, нету. Они будут ближе к концу марта, но об этом мы поговорим более подробно в следующем видео, буквально вот скоро оно уже готовится. Напомню, что с 21 февраля, то есть, пока что у нас вроде бы как ретроградных планет нету, но с 21 февраля, нужно вот эту карту включить, с 21 февраля Меркурий входит в градусы петли, и, соответственно, с 5 по 28 марта он уже будет находиться в ретроградном своём движении с, ещё раз, с 5 по 28 марта Меркурий ретроградный. Но, в принципе, вот эта петля, которая начинается с 21 февраля, говорит о том, что вот все те дела, которые будут заключаться, начинаться в дальнейшем до выхода Меркурия из ретроградного движения, они будут как-то пересматриваться. Вот этот период с 5 по 28 марта уже 100% Меркурий ретроградный, и он настраивает нас на погружение, анализ прошлых событий, а не на начинание каких-то проектов. Вот это вот, то, что Меркурий сейчас входит с 21 февраля в градусы петли, он для завершения проектов. Помните, что на соединениях с Нептуном Меркурий в этот раз будет делать несколько соединений с Нептуном. Нужно будет быть особо внимательными. Документы, которые подписываем во время ретроградного Меркурия, а также во время соединения Меркурия с Нептуном, скорее всего, будут содержать ошибки. Договорённости будут сорваны, либо будут носить какой-то характер, который не читаем, то есть он скрыт. Поэтому рекомендуется все энергии Меркурия направить вовнутрь себя. Помните, познай самого себя и ты познаешь Богов и Вселенную. Накануне мартовских событий я рекомендую строжайшую дисциплину ума, рассудительность и творчество. Тогда вы гармонично будете соответствовать энергиям полнолуния и всё будет происходить довольно-таки гармонично. Однако мы видим в карте Антис от Урана к Луне и Контрантис к Солнцу. То есть фактически это по большому счету можно назвать соединение оппозиции. Уран говорит о необходимости гибкости, умении реагировать мгновенно и оригинально. Уран и Марс в принципе в хорошем аспекте к полнолунию, то есть к светилам. Поэтому хорошо реализовывать задуманное, доводить задуманное до совершенства, причём доходить до максимума своего мастерства, то есть и при этом выходить ещё и за свои какие-то привычные, стандартные, обыденные рамки уран всё-таки, но при условии холодной головы и трезвой памяти. Об этом наше с вами полнолуние. Что ж, наблюдаем за событиями, происходящими на Неле, наблюдаем за богами, анализируем, в иллюзии не впадаем, особенно не впечатляемся. Всему того, что мы будем сейчас слышать, с экранов телевизора, давать холодную, трезвую оценку, быть бдительными, умничками. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, скоро прогноз на март, будет интересно. Смотрите и другие наши видео. Пишите мне в фейсбук в личку по поводу разбора натальных арт, поиска предназначения, поиска талантов, разбора родовых сюжетов и так далее. С любовью, Ваша Настя.